Итак, векторы. Я думал на самом деле о том, чтобы записать пару лекций по математике в рамках разработки игр. Это что-то, что обычно опускается в интернете и даже в полномасштабных курсах. В этой лекции мы говорим о векторах. Вы, скорее всего, знакомы с ними и что они вообще собой представляют. Но я чуть углублюсь, охватив то, как их можно применить в рамках разработки игр, потому что это что-то, что вы должны хорошо понимать. Мы будем это очень много использовать внутри Unity. Все вращается вокруг идеи векторов в сути. Или если не все, то почти все. Начнем с того, что определим, что же такое вектор. В сути, вектор это что-то, у чего есть величина и направление. Давайте я нарисую линию. У этой линии пока нет направления. Она не может быть направлена в две стороны сразу. Это может быть или одна, или другая сторона. Чтобы у меня был правильный вектор, мне надо обозначить сторону. Может быть, вектор смотрит куда-то сюда. Я начинаю теперь получать что-то похожее на вектор. Это в сути направление, и теперь нам нужна величина. И у него она в сути уже есть, потому что величина или магнитуда это значение, равное длине вектора. А величина вектора это в сути какое-то значение. Может быть, вы видели подобное ранее, возможно, когда изучали теорему Пифагора. Там у нас есть две прямые линии и вот такая диагональная, которая соединяет эти две линии. Эта линия похожа на вектор, да и в сути она является вектором. Это наш вектор, и вот эта часть имеет какое-то числовое значение, потому что эта длина называется величиной вектора. Может быть, вы видели вектор ранее, тут уже у нас чего-то не хватает. Откуда это направление вообще возникло? Откуда этот вектор смотрит куда-то? Откуда у нас идет числовое значение вектора? Почему он не смотрит, допустим, ну вот сюда? Давайте начнем разбивать идею векторов на компоненты. Давайте начнем с того, что нарисуем вектор в 2D. Ну, 2D, разумеется, это два измерения. Чтобы получить вектор в двух направлениях, вам надо иметь значение осей X и Y. Может быть, давайте рассмотрим этот вектор как пример. Я точно не знаю значение этого вектора, но мы предположим, что у этого вектора по X значение 3, а по Y 1.5, просто как пример. Откуда они возникли и как нам это использовать? В сути, эти значения возникли еще до появления вектора, потому что я могу нарисовать вектор только тогда, когда у меня есть эти значения. Может быть, я их придумал, может быть, я их высчитал. Я могу нарисовать вектор только тогда, когда я эти значения знаю, потому что они определяют направление вектора. И теперь мы посмотрим, как это так выходит. Вы по идее должны быть с этим знакомы, это наши 2D оси Y и X. Что вам надо помнить, это значение отвечает за ось X, а это за Y. Что если мы проходим через 3 позиции по оси X и 1,5 позиции по Y? Давайте предположим, что у одной позиции вот такая длина. И теперь мы пройдем 3 позиции по X. А почему именно вправо? Потому что влево отрицательные значения, а у нас плюс 3, поэтому вправо. Если бы у нас было минус 3, тогда было бы влево. Если бы у нас был также минус 1,5, мы бы шли вниз, а не вверх. Где-то вот тут останавливается наша полторашка. Давайте я свяжу эти две точки. Это создаст вот эту точку. Что же такое вектор? Вектор в сути это разница между двумя точками. У меня уже есть две точки на этом примере, и они хорошо обозначены. Эту точку я обозначу P, а эту O как origin или как начало вектора. Так как вектор является разницей двух точек, это у нас собственно две точки. Чтобы создать вектор, который направлен в эту сторону, я должен взять конечную точку и отнять из нее начальную. А значит мой вектор, назовем его P' будет равен P минус O. И мы не будем говорить об операциях векторов, но мы уже знаем, что P' содержит в себе значения 3 и 1,5. Это то, что произойдет, когда я задействую эти значения. Я отхожу на три позиции в сторону P' и X'у и на 1,5 вверх. Возьмем пример. Если бы у меня был вектор V, у него был бы компонент со значением, допустим, 2 и 3. Я сказал компонент, что это за гадость? Каждое это значение является компонентом вектора. У этого вектора два значения, а значит два компонента. X и Y. А так как у нас 2 и 3, это значит, что нам надо сделать два шага по X'у и три по Y. И вектор выглядел бы как-то вот так. И вектор выглядел бы как-то вот так. Компонент у него минус 1 и 2. Значит мне надо сделать шаг влево и два вверх. Соединим их. И вот наш вектор. Как же мне посчитать величину вектора? Все очень просто. Давайте возьмем этот пример с 3 и 1,5. Снова нарисуем, как оно у нас было. Это в сути треугольник с углом 90 градусов, а значит мы можем применить старые правила для такой ситуации. Это X, это Y, а это мы назовем Z. И что мы знаем из теоремы Пифагора? Мы знаем, что Z в квадрате равно X в квадрате плюс Y в квадрате. И это разумеется какое-то значение, это число, а не вектор. Это в сути компонент в квадрате плюс второй компонент в квадрате. Что получается? Z в квадрате равно 3 в квадрате плюс 1,5 в квадрате. Z будет равно плюс, потому что у нас не может быть отрицательная величина. корень 9 плюс вроде 2,25. Z равен плюс корень 11,25. И это величина нашего вектора. Скажем, этот вектор у нас Пи-прайм, как мы ранее говорили. Как же мне представить величину вектора? Величина представлена в виде двух линий, а затем имени вектора, а затем еще двумя линиями. И это значит, что это величина Пи-прайм. И она равна корню из 11,25. Я, честно говоря, не уверен, какой корень из этого числа, так что пока оставим так. И это в сути все, что нам надо было охватить в рамках этой лекции. Увидимся в следующей. Субтитры сделал DimaTorzok